тихо 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 всем привет ребята с вами виктор и мы сегодня продолжаем играть в игрушку the joy of creation story mode между прочим вы ее посоветовали вы же ей теперь и расхлебываете мы с вами прошли первую комнату там где у нас колыбельной было и все такое мне сказали что вторая комната в принципе совсем другая вот как здесь механики все другие все разные механики в каждой комнате так прямо будет еще раз у судя по размеру еще пять будет даже можно различить черные силуэты проемов дверей в общем жилая комната музыка прикольно есть ребят скиньте мне пожалуйста контактик название а я пошел что-то что-то Я не думаю, что это хорошая идея оставить его оставаться. Ну, это не так, что он был в любом состоянии. Видите его? Это как он вышел из-за бонфира. Ну, я мог бы... 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 Я не думаю, что он был в больнице. Я просто не думаю, что он был комфортным в нашей комнате. Ах... Хочется... Вы ориентировали дети. Конечно, я не знаю. Я не знаю, что он не знает. Он лежит рядом с ним. Как я не могу? Я не знаю, что он не знает. Мы бы здесь не случилось, чтобы ничего не случилось. Если вы не так что-то не боитесь. Все ночью? Конечно, все ночью. Неужели вы не хотите больше времени? Вы уже готовы убежать вашу сайт для этого? Как мы просто сидим в комнате в комнате? И мы просто смотрим на телевизору. И мы все время на телевизору. Я имею в виду... Конечно, я думаю. Да, я думаю, что мы можем сделать это. Я просто хочу сделать уверенно, что еще раз ничего не случилось, хорошо? Я вернусь. Хорошо, я просто остаюсь здесь. Но не дай слишком долго. Ты слишком много волнуйся. Опа. Опа. Что это было? Отлично. Итак, перевожу, ребят. Тут вообще все было понятно, идеально. Прямо они говорят, как по-русски, честно. В общем, мужик говорит, типа, я беспокоюсь за то, что мы приютили какого-то неизвестного человека совершенно у нас в доме. Он говорит, ну, ты видел, как он выглядит? Он как будто из пожара только что пришел. Что там произошло? Он говорит, ну, может быть, нам надо было его в скорую там отвезти или куда-нибудь в приют какой-то. Он говорит, ну, ладно тебе, ну, пусть поспит, типа, ну, я беспокоюсь. Он спит прямо в соседней комнате с нашими детьми там или с нашим ребенком. Вот это я не ловил. Вот. Он говорит, ну, ладно тогда, давай вот мы с тобой будем сидеть в жилой комнате, Ливенером, ну, в холле, грубо говоря, да? Вот. Ну, и как бы тем самым всю ночь, говорит, будем сидеть в этом холле. Вот. И если что, ничего еще не должно случиться, все будем контролировать. Вот. И такой мужик сказал, ну, ладно, мне нужно, грубо говоря, ну, там еще добрости, милости всякие были. Вот, кто знает, тот поймет, но это для взрослых, ребят, часть. Вот. Ну, и в конце концов, он сказал, типа, я пойду проверю, что там как, и тут свет, шух, и такая, опа, что такое? Так, смотрите, в ASD Move двигаться мы можем, пробел стоять или присесть, левый клик взаимодействия с объектами. Здесь мы будем ходить, судя по всему. Давайте. Press X to continue. Да ладно. Так. Давайте, я сейчас послушаю, вырежу этот кусок, потому что он опять, наверное, будет очень много всего говорить, неинтересного. Потом вам скажу, что конкретно. В общем, ребята, он нам рассказал историю, что к нам будет сейчас заходить аниматронику в эту комнату, а я, походу, за тетку сейчас играю. Вот. И, значит, мне нужно держаться. Только он, говорю, как-то по телеку что-то смотреть, что ли, надо. Ага. Во. Что это такое? Пауза. Кто это идет? Ага. Вот они идут, Фокси и Фредди. Так, он сказал, что двое будут ходить по... Пока. Что-то, что-то про паузу он говорил. Этот встал куда-то в комнату, смотрит. Ничего не понимаю. Так. Это Фредди. Это... Синий это Фредди. Лампочка какая-то. Фокси. Тоже лампочка какая-то. Так, красный. Погоди. А он еще сказал, вон там, за мощную скважину смотреть надо. Так. Я пока ничего не понял. А зачем пауза? Я понял. Пауза. Это мы с вами по ходу дела тормозим работу аниматроника. Он что-то очень много лабуды всякой говорил. И, в общем, я не сильно это понял. Ну, давайте. Я думаю, в любом случае надо попробовать. Один, два, три раза. Там пять, десять, пятнадцать, тринадцать. Вот. И мы с вами все поймем. О-оу. 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, я понял. Смотрите. По ходу дела. Вот этой паузой. Они по ходу дела одновременно идут. Мне нужно рассинхронизировать их. Приход, судя по всему. Чтобы сначала один пришел, потом другой. Но это моя догадка. Сейчас попробуем. Вот давай красного будем тормозить. Красный это Фокси у нас, да? Звуков бы еще побольше. Знать бы, где Фредди. Фредди идет. Фокси стоит. Ну и нормально. Надо, кстати, высчитать, наверное, сколько должно быть Фокси. Сколько он должен стоять. Может быть, по расположению как-то высчитать. Смотрите, Фредди где-то поворачивает, куда-то идет. Так, Фокси по каким-то ящикам ходит. Я просто даже еще не вижу, что это такое за помещение. Вот, смотрите. Лампочка. Я помню, что лампочка довольно близко там была. И у этого тоже лампочка красная так в углу стоит. Так, довольно долго уже держу. Там ящики какие-то пошли. Вот еще одна лампочка, смотрите. Так, ощущение, как будто он уже подходит к комнате. Ну-ка, сейчас посмотрим, это комната, нет? По-моему, пора валить. Он подошел к двери, кажется. Кажется, он подошел к двери. Блин, а я в замочную скважину не посмотрел. Тишина какая-то. Очняк. Ты меня не видишь, меня здесь нет. Пошел. Сейчас Фокси должен, по идее, прийти. Если они синхронно идут с самого начала. Я мог его передержать, кстати. Ну и где ты? Ну! Пипец. Сейчас, походу, я вон оттуда кто-то выскочит на меня уже. Никого. Странно. Так, хорошо. Фокси. Так, это Фредди возвращается. Это Фокси куда-то возвращается. Погоди, они опять уже идут. А мне опять столько же паузы надо набить, или как? Так, они одновременно опять стартуют. Что это за звук? Кто-то идет. Мамочки, кто-то очень красноглазый. Паника, вы видите, паника. Так, Фредди уже подошел. Фредди уже подошел. Валим. Я, походу, Фокси мало держал. Сейчас узнаем. Сейчас они как все вместе втроем зайдут. Вот это будет очко полное. Фокс, ты где? А может быть, знаете что? Может быть, я их как бы первый раз рассинхронизировал. Этого достаточно было? Он здесь, рядом. Выходи. Митя, беги. Беги. Я спрятался или нет? Я не понял. Сейчас как медведь зайдет в меня. Или кто там ходит? И че? Вот он рядом. О-оу. Сейчас что-то будет. Точняк, вошел. Так. Продюжа здесь. Продюжа идет. Продюжа здесь. Ух, как вовремя. Ух, как вовремя. У-у-у-у. Вот сейчас мы с вами узнаем, рассинхрон с Фокси у него остается или нет. Нет, не остается. Нет, тварь. Не остается, ребята, рассинхрона. Чуть-чуть Фокси быстрее ходит. Чуть-чуть Фокси быстрее ходит, значит, его нужно подольше каждый раз держать. Блин. Очков. Так, погоди. А если я Фредди буду поддерживать? Сейчас, погодите. Надо подумать. Надо подумать. Надо подумать. Ну, торможение Фокси вначале работает. Ну, слишком долго его тормозить надо. Может, реально подтормозить Фредди? Блин, я не знаю, че слово, а? Кто, кто проходил, ребята, это дело? Хотя, какая разница? Я наверняка сейчас пройду все-таки. Я же догадаюсь, как это все дело провернуть. Сейчас Фредд там пойдет потупить на поворотике. Мне кажется, по Фредди легко можно вот отслеживать как раз-таки появление вот этого монстра. Вот видите, он на повороте такой очень долго тупит. Вот, а Фокс, он, походу, сразу на повороте поворачивает его. Посмотрите. Ну-ка. Оп, видите, такой он не тормозит, как Фредди. Он реально не подтормаживает. То есть нам нужно их реально как-то синхронизировать. Притом, первый раз мне нужно довольно-таки сильно Фокси подтормозить. Потому что они одновременно же идут. А потом он как бы его будет догонять все время Фредди, но мне нужно будет его подтормаживать, чтобы он не догонял сильно. Так, Фредди уже почти здесь. Смотрели бы по камере, в какой момент эта дверь открывается. По-моему, пора валить уже. Надеюсь, надеюсь, этого хватит. Не знаю, вот это, вот это вот в жилой комнате как-то немножко даже забавно выглядит вся эта лабуда. Нет такого шарма той комнаты с колыбелью. В колыбелью вот я прям, я там вообще вот с такими глазами очковал. Там реально тут как-то страшно. Одесса света много, телевизор у нас есть в конце концов. Можно включить. Эй, Фокс. Ты че? Снул там. Может, я его на вечную паузу поставил как-то? Как-то он Фоксика. Какой-то он странный этот Фокси, честное слово, я вам скажу. Я же его почти не сдерживал. Он так долго тупил. Вон, Фредди уже второй заход делает. Фокси еще даже не появился. Здесь, получается, Фокси не надо будет тормозить. Так, вот эта срань должна была сейчас появиться, да? Ну да. Фредди уже около двери, Фокси только на повороте. Мне нельзя сейчас Фокса тупить. Ну давай чуть-чуть притупим. Все, Фред уже заходит. Фокси только вышел. Так, что-то... Нет, ребят, здесь явно какой-то рандомный элемент присутствует в их движении, поэтому таймингами здесь вообще никак не решить эту игру. Это уже понятно мне. Фокс, ну ты уже должен как бы подойти. Потому что там эта гадость за теми дверями. Она мне бам-бам сделает, если она сейчас войдет. Фокс! О-оу. Что-то подъехало по звуку Слуя. Что такое пинь? Оп. Окей, так. И есть. А, ну рядом. Валим. Здесь же можно спрятаться, надеюсь. А потом нам нужно будет как-то сразу к телеку, что смотреть, где там Фредди, потому что он, по идее, должен быть вообще совсем рядом уже к этому моменту. Чувствую, сейчас Фредди уже совсем рядом сам будет. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Понять будет? Ага. Фредди уже здесь. Чёрт, чуть не сел на него. Сейчас Фокси придет уже. Ну верно я. А может не придет. Надо было посмотреть по-хорошему. Фокси. Теперь главное, понимаешь, если я пойду смотреть, он меня шлепнет. Если я не пойду смотреть, меня... О, нормально. Так. Всё, сдувайся. Всё, отлично. Что у нас здесь? Здесь пока никого. Окей. Так, садимся. Фредди чапает. Фредди чапает, он вторую лампу уже проходит. Этот даже еще не появился. Так. Давай немножко подтупим его. Так, я слышу, что-то едет. Потихонечку. Что-то потихонечку едет. Так. О, какие... Так. Я вижу, что Фредди уже рядом. Так. Смотрим здесь. Так, глаза появились. Валим. Валим. Сейчас Фредди будет нажрать тут. Фредди, заходи. Прийти. Я прям уже под таймером знаю, где они. Единственное, что я не знаю, где сейчас Фокси находится, честно. Но он где-то уже рядом. Поэтому будем ждать его здесь. Мне кажется, правильно, знаете, вот как Фредди, Фокси, потом вот эта вот штука. Единственное, косяк, знаете, какой может быть? Если эта штука будет приходить вместе с медведем в какой-нибудь момент. Вот это будет очко. Ну, Фокс, ну ты где? Ну вот. Наконец-то. А сейчас Фредди уже придет к нам скоро. Мне кажется, надо Фредди подтормозить немножко. Блин, Фредди подтормозить. А тут эта штука пришла. Пора валить. Рановато, по-моему, меня отпустил Фредди. Вот он. Вот после вот этого. Вот после этого звука она только подходит. Сейчас меня Фредди сзади, наверное, дверью прибьет просто. И все. Скорее всего. Черт. 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 Как у меня это получилось? Я вообще не знаю. Что там с Фоксом, интересно? Фокс, я тебя жду. Давай. Ты где? Фоксик. О, хорош прям один за другим, ты прикинь. Прям классно по таймеру прошло все. Хорошо, что я Фредди подтормозил. Здесь никого. Пошли смотреть. Пошли смотреть. Так, по идее, Фоксика надо сейчас подтупить немножко, да? Потому что он совсем прям друг за другом. Они с Фредди пришли. Слушай, такое ощущение, что они быстрее ходить начали. Вам не кажется? Это что это такое? Что это такое? Что это было? Что это было за звук, ребят? Какое-то рычание сраное. Так, там глаза. Ждем Фредди. Ждем Фредди. Его уже ждать не надо, ребят. Он уже на спидах к нам прилетел. Они реально ускоряются. Сто процентов ускоряются, ребят, я вам говорю. Вали. Так, эта штука подходит потихоньку. Но еще не до конца. Так, Фредди не хочет идти пока что. Так, Фокси надо тормозить. Так, я услышал страшный звук, а теперь валим. Теперь ждем. Хотя это мог быть не совсем последний страшный звук. Возможно, это был предпоследний страшный звук. И тогда сейчас может... Медведь так как намного быстрее начал ходить, то он может меня сейчас заловить. Да, судя по всему, это не совсем страшный звук. Блин! Вот медведь меня и заловил. Почему? 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 Пора валить. Пора валить. Только не сюда, надо было в ту сторону валить. Сейчас меня Фредди увидит. Сейчас эта штука откроется, а потом Фредди меня увидит. Успел, нет? Пипец, хорошо, что я успел потормозить Фредди чуть-чуть перед его вторжением. Нет! Хорош! Чуть-чуть не успел. Пора валить. Блин, Фредд уже подходит. А Фредд уже подходит. Ай, черт, все, хана мне. А может успею? Черт, успел. Вот, видите, Фредди надо подтормаживать. Иначе он заходит вместе с этой штукой одновременно как-то. А вот Фокси, по-моему, я передерж... Нет, не передержал, ты прикинь? Фокси, я не передержал. Я просто думал, что я его передержал, ладно. Так, этой штуки нету, пошли. Так, нам надо Фокси немножко передержать. Фредди пусть идет. А вот Фокси что-то не надо. Фредди, что тупим? Так, что у нас здесь? Здесь пока никого. Так, садимся. Так, Фредди. Так, вот эта штука завыла, да? Фредди подтупливает. Надо Фокси немножко придержать. Это что такое было? Что это было? Что это было, ребят? Что за стук? Что за рык? Вообще непонятно. Вообще. И эта колясочница едет еще сюда. Так, два раза. Коляска, два раза. Что это было? Коляску проверим. По-моему, пора уже бежать от коляски. Нет? Что-то я вот не услышал в моменты, как она движется. Сейчас Фредди, походу, войдет опять. А, вот коляска подъехала. Да, и медведь подъехал. Да, не так-то просто, ребят, тут пройти-то, если честно, я вам скажу. Походу, дело, сейчас я... Толокнусь. Походу, дело, все, сейчас Фокси зайдет уже. Да. Привет. Ах, черт. Черт, побери. Сложно, блин. Кто говорил, что это легко? Ничего, это не легко. Так, ну что, привет, телек, привет, комната. Мы снова с вами здесь. Кого тормозить? Да, я, кстати, все время тормозил Фокси. Может быть, Фредди начать тормозить? Почему бы и нет? Почему бы не начать тормозить Фредди? Попробовать. По крайней мере, надо попробовать тормозить Фредди. Вот, сейчас мы Фредди натормозим так, чтобы он пришел после Фокси, потому что обычно у меня Фокси приходит вторым. Сейчас должен Фредди прийти вторым. Что там Фокси? Фокси идет. Фредд уже бежит, я бы даже сказал. Давай, тупим его, тупим его по полной программе. Да, да, вот так вот как-то. Что-то как-то Фредди настолько шустро, что Фокси его... А, погоди, Фредди только до углача даже не дошел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По-моему, все, по-моему, я уже натупил его достаточно. Так, это вторую лампочку проходит, это поворот проходит. Более-менее нормально, мне кажется. Надо Фокса даже, по-моему, подтормозить слегка. Хотя нет, хотя нет. Вон Фокс уже, видите, дверь мою видит. А это подходит. По-моему, пора валить, вам не кажется? По-моему, пора валиться. Сейчас к нам придет друг. Друг лиса. Привет, лиса. Заходи. Я тебя жду, друг лиса. А вот и он. Или она. Я все время забываю, Фокси это он или она, ребят. Так, прячемся. Мишка! О, Барри откликается. Здорово, Мишка. Уходи давай, все. Молодец. Ну, теперь можно немножко отдохнуть. Так, Фокс уже бежит. Фредди еще даже не тронулся. Ну, можно потупить Фокса пока. Надо их немножко потупить. В принципе, потупить немножко. А то так нам еще один друг придет, вы же знаете его. Погоди, Фред. Какого хрена Фредди уже мимо лампочки? А, это он мимо первой лампочки идет. Это на повороте. Так, надо Фредди потупить посильнее. Фокси что-то у нас слишком медленно идет. Сейчас. Опа. Опа, опа, опа. К нам уже кто-то едет. Пойдем прочекаем, где оно едет. О, оно еще далеко. Ему еще три раза ехать к нам, ребята. Ему еще три раза к нам ехать. Так, Фредди чешет. Так, Фокси мимо этой. Фредди. Так, Фредди, притормози чуть-чуть. Еще притормози чуть-чуть. Так, Фокс уже заходит. Пора валить. Так, этот еще раз сдвинулся. Привет, лиса. Как жизнь? Колобка ела сегодня? Нет? Я знаю, я твой колобок. Скорее всего. Здрасте, Мишка. Михаил Потапыч. Митку не желаете? Конечно же нет. Так, кто у нас тут? О, слушай, это мы еще два раза. Что-то. Ага, один раз. Да, еще один раз ему подъехать к нам. Значит, нам нужно с вами сейчас успеть подтупить Фредди настолько, чтобы он сильно не перегнал Фокса. Фокс поворачивает. Фредди уже тоже к повороту подходит. Надо его потупить. Не надо этого делать, пожалуйста. Как-то так, наверное, да? Так, эта штука подъехала совсем к двери. Ну, надеюсь, сейчас Фокси не придет раньше времени. Сейчас сначала вот эта штука должна открыться. Потом... О, здрасте, красный свет. Я даже не знаю, кто там. Теперь мы немножко отходим. Ждем Фоксика. Теперь главное, если я правильно все рассчитал, то должен прийти Фокси или должна потом Мишка. О, здрасте. О-оу, привет. Жесть, не дорассчитал. Надо было, надо было посильнее, ребят, притормозить Мишку. Ну, что тут поделать? Ну, в общем, я вот так посмотрел, посмотрел. Оказывается, судя по всему, совершенно все равно, кого ты будешь подтупливать. Либо Фокси, либо Фредди. Кого удобнее на самом деле? Тут совершенно никакой разницы нету. Они реально компенсируют потом все это, все это подтормозку. Сейчас он должен открыть двери как раз. До этого времени я мог все это дело, ребят, еще там тормозить, кого хотеть. О, сейчас тут же Фредди, наверное, где-то рядом с нами, да? Ну да, Фредди уже подходит и Фокси уже подходит. Это беда, ребят, все. Профукались мы. Давай, 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 давай. Это Фокси, тупи, 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 тупи. Все, дверь. Дверь уже. Ну, сейчас, по идее, Фокси тоже зайдет. Не успею я. Успел. Ух. Ух, жара. This is Joraxus. This is Joraxus. Paragon Lord. Что-то там, атор это. Никого. Ну, вообще, дали просраться, а. Вот это сейчас страшненько было, Фредди. Че так побежал-то сразу? Немножко, Фокс, подожди. This is Joraxus. This is Joraxus. Кстати, здесь какой-то рык еще периодически возникает, ребят. Вот скажи, че это такое? Я вот, когда рык возникает, я начинаю крутить головой и выключаю экран, и он пропадает. Возможно, так и надо делать, как бы у меня такое предположение появилось. Так. Че-то, по-моему, я Фредди немножко слишком слабо подтупил. Слишком сильно, в смысле. Так, это уже подходит к двери. Нет, надо еще Фокса потупить. Во-во, слышите, слышите вот этот звук? Вот что это такое вообще? Так, у этого два рыка до нас. Ждем. Надеюсь, Фокси, я нормально подтупил. Так. Блин! А че ты сейчас был-то? Не успел, прикинь? Не успел. Ух, не успел. Как так не успел-то? Вот тут сейчас, сейчас, сейчас страшно будет. Тупим. Рожчика, не надо. Так, надеюсь, надеюсь, хватит. Очень сильно надеюсь, что хватит. Потому что сейчас уже Фредди зайдет скоро. Можно было бы еще пару секунд там потупить, конечно, но да ладно. Может, этих пару секунд мне не хватит, кстати. Ух! Нормально. Так, потом сразу бежим смотреть, что там за дверью. Отлично. О, его вообще нету еще. Круто. Передышка небольшая. Так, Фред уже бежит. Так, первая коляска была. Оно либо звук коляски, либо такой рык. Этот, как его такой? У-у-у-у! Далекий такой. Что-то Фредди как-то несется, вам не кажется? Тихо, 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 тихо. А-а-а! Мать! Перемать, а я живой еще, да? А что-то телик вырубился. Все, не будет, да? Труба вообще. Я вообще контуженный. Офигеть. Походу, дело, сейчас меня сажат, ребят. У меня телик вырубился. О, включилось все. Но сейчас, походу, дело Фокси зайдет. Неужели успел? Мамочки. Так, у этого два рыка до нас. Ух, сраная, таких чика-чика. Смотри, как бежит. Так, у этого один рык до нас. Один рык до нас. Тихо, тихо, тихо. Что-то он не движется. Все, еще один рык до нас. Фредди уже идет. Пипец, труба походила, ребят. Сейчас эта штука зайдет, и Фредди зайдет одновременно. А, блин. Падла, вошел все-таки. О-оу. Кана. Слишком слабо держал. Труба. Вы же здесь вообще Фокси можно тупить до упора. Опа. Тихо. Тварь. Потупил. Беги, беги, Витя, беги. Ну, не стой на месте. Пипец. Сраная чика. Привет. Ха-ха-ха-ха. Да. Я думаю, что-то как-то... Я не знаю, почему оно не проходится. Как бы все вроде бы понятно. Возможно, я какого-то нюанса не улавливаю. Но мне что-то так уже осточертело вылавливать этот нюанс. Понимаете? Игры, они интересные. Пока они хотя бы есть... Ты видишь хотя бы шанс на прохождение. Сейчас я почему-то вообще шанса на прохождение даже не вижу. Поэтому я даже не знаю, если честно. Вот это раздражает. Вот это раздражает. Вот. Поэтому я реально... Я вот еще вчера на стриме говорил, что я немножко потравил. Что-то как-то нифига не понял. Думал, что вот сегодня сейчас пойду. Я вот уже почти целый час тут катаю их. И если честно, я вообще до сих пор даже не понимаю, что не так. Так что, как бы... Есть много других игр, которые можно поиграть. Которые как бы не будут так... Такими неинтересными в этом плане. И еще, блин, главная ночь такая неинтересная. Жесть. А если я его реально буду тупить до прихода Фредди? Что будет? Вот вообще прям до прихода Фредди буду полностью тупить. Он же даже тогда один раз не пройдет. Фредди, он уже бежит, несется на спасение друга. Пора. Такого я еще ни разу не делал, ребят. Здорово. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прикинь, дожди, пришел. Слава богу, ты пришел. Это такая штука есть. Так, вот Фредди уже появился. Хе-хе-хе-хе-хе. Нет, еще дожди сдвинулся толком. Ха-ха-ха. А, блин. Вот я его сейчас жарю, а? Спрячься в камин. Отличная идея. Ха-ха-ха. Так, слушай, Фредди уже опять нас обогнал? Что? А, нет, это уже повернул. Фредди только поворачивает. Прикольно вот так. Мне нравится. Сиди, ползони только и все. Если бы еще та штука со спины не заходила, было бы вообще волшебно. Вжух и Витя прошел эту ночь. Конечно. Сейчас. Сейчас шучик начнет появляться после второго час ночи. Так, Фред уже опять на месте почти. Опа, подписочка. И тигрит. Влопис траф 777 подписался. Да, минус этого плана Чика. Согласен с тобой. Чика это большой минус этого плана. Так, лан, скоро Фокси должен все-таки дойти. Да. И говорит, я так торопился. Наконец-то я пришел. Ха-ха, забавно. Конечно. Так, здесь еще два рыка до нас. Ну давай. Так, Фредди бежит. Фокси нет. Один рык до нас остался. А Фредди все бежит. Фредди торопышка у нас, ребят. Мне кажется, надо Фредди притормозить. А то мы эту штуку не успеем поймать. Пора валить. Сначала же Фредди придет, да? Я и госходку. Мы в твоем смотрели весь Фэнбоух и Пивила и смотрим каждый ролик. Наш любимый русский блогер. Госходку, госходку, госходку. Госходку, госходку. Госходку, госходку. Валим. Ты понимаешь, что не так, да? Здорово. Хорошо, что ты понимаешь, что не так. Потому что я не понимаю, что не так. А, в старой комнате мне все было понятно. А в этой нет. Спасибо. Теперь я понял, что не так. Все понятно, да. Действительно. Действительно все понятно. Так, этот на первом повороте, да? Так, Фокси, да. Фокси, мы тупим Фокси, ребят. Так, этот уже на повороте. Он уже бежит. Во все. Опа. Тихо. 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 Ну, мне кажется, я достаточно притупил их. А может и нет. Ошибка. Что такое? Что за ошибка? Где ошибка? Витя, ты сможешь, говорят. Зачем камеру на камере паузу стоять? Чтобы рассинхронизировать приход Фокси и Фредди. Потому что они приходят одномоментно, если вообще ничего не трогать. Соответственно, ты не можешь спрятаться. Так, здесь два рыка. Блин, два рыка. А как? Один рык остался. Надо Фредди тупить, значит. Тупить Фредди, тупить Фредди, тупить Фредди. Тупить Фокси, тупить Фокси, тупить Фокси. Раз, два, три. Тихо. Тихо. Никого. Никого. Все, подходит уже. Уже подходит. Надеюсь, Фред, ты меня не подведешь. Надеюсь, я тебе достаточно натупил. Нет, Фред, это мишка. Так. Тихо, 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 тихо. Лиса Фокси. Да. Тихо, тихо. Так, окей. Тут разминулись. Там сейчас никого, да. Над четыре рыка ждем. Так, тупим Фредди чуть-чуть. А это зачем? Зачем нам тупить Фредди? Так, немножко это. Успокоим Чику. Фредди бежит, Фокси бежит. Все бегут и я бегу, да? Уж Фред что-то быстро бежит. Так, первый двиг. Что-то я чуть-чуть передержал. Валим. Так, был первый сдвиг. У той штуки. Ну, Фред, давай. Второй сдвиг у той штуки. Блин, и как тогда сейчас делать-то, ребят? Надо тупить Фредди. Ай, тихо, тихо, тихо. Нету. Пипец, он уже бежит. Пипец, они оба бегут. Мамочки. Не успеваю. Не успеваю. Тихо. Жесть, ребят. Не успел, поход, дело. Вот он подошел. Но сейчас медведь зайдет опять. Я не успеваю. Вот в этом моменте я всегда не успеваю, ребят. С чем это связано? Я не знаю. Давайте действительно в задницу ее. Я как бы выпущу это видео, но это будет последнее видео по этой игре, ребят. Я, конечно, понимаю, что тут можно упереться рогом, там. Пройти каким-то раком все это дело. Ну, наверняка тут натренироваться 57 раз, рассчитать. Но мне это скучно уже, понимаете? Я вот честно угробил в эту игру полтора часа живого времени, вот именно в этот уровень. И я вижу, что как бы да, где-то, возможно, там впереди какая-то, в общем, какой-то выигрыш есть. Но что-то, блин, если честно, вот реально уже раздражать начало. А когда раздражает, лучше взять и не играть. То есть, мне кажется, здесь ошибка разработчиков в том, что они такую штуку сделали. Я не знаю, это не тяжелый-тяжелый-не тяжелый, что, понимаешь, ты бросаешь игру, не доиграв в нее. Тупо из-за того, что бесперспективняк какой-то на глазах у тебя наворачивается. Вот так как-то. Поэтому давайте поиграли, посмотрели, порадовались, поунывали, если честно, во втором уровне. В котором вроде бы все понятно, но при этом что-то не получается. И главное, непонятно, что не получается. Вот, поэтому забьем и будем счастливы. Я думаю так, да? Вот, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте в описании с точки на плейлист. Будем играть в другие, более интересные игры, которые более лучше оттюнены. Спасибо. Покажи Утс, пожалуйста. На тебя. Утс мутировал. Он теперь журав. Привет. Всем обнимашки. Пока, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok